Глава региона выразил спортсмену благодарность и отметил, что эта золотая медаль – особой пробу, ведь завоёвана она вопреки политике двойных стандартов. Спорт стал элементом политики, потому что сильный спорт. Никогда в жизни мировая политика никогда не разменялись бы на спорте, если бы спорт в России не был таким сильным. Он сильный, мощный, невероятно что. И сегодняшний твой результат – это показали того, что на самом деле спорт в России на высоте. Практически нас уже много подписали, похоронили, они уже думали, что всё, не будет российского спорта в мире, тем более на этих олимпийских играх, не будет. Он не то, что туда пришёл, но ещё и показал, что Россия – великая держава, мощная держава, в том числе и великая спортивная держава. Перед стартом, когда нас давили, можно сказать, психологически, я как бы вообще не волновался. Тем более нам, кто выступает на Олимпиаде, в каждом весе – это всё Гамбо. Главный тренер, Гамбо. Он каждому персонально сообщение присылал, мы ещё на сборах не были, мы дома были, каждому сообщение присылал, чтобы мы настраивались и настраивались только на зоне. Вот уже больше 10 лет Беслан Мудранов тренируется под руководством Рудольфа Бабаяна. Сегодня в Армавире он воспитывает ещё около 500 спортсменов по дзюдо. Однако далеко не в каждом районе единоборство носит массовый характер. По мнению Вениамина Кондратьева на Кубани, необходимо создать систему подготовки дзюдоистов. Единоборство – это, в принципе, для парней тот вид спорта, который нужен. Я по своему сыну скажу, что когда он занимался плаванием, это был один ребёнок, а когда он стал заниматься рукопашечным боем, всем другой. Это изменилась походка, изменился целый подход в разговоре, уверенность появилась, то есть появился характер. Потому что ковёр создаёт характер, потому что там он не может быть слабым, потому что он должен быть. Поэтому я и увидел это на собственном примере, что нужны единоборства. А нужно создать систему. Систему дзюдо в крае. Это очень доступно. Но здесь доступно с точки зрения того, что сегодня есть помещение, нет тренеров. Но вот с чего начать? Как нам посеять первые семена тренеров по дзюдо? Вени Иванович, первое – нам надо сохранить то, что у нас есть. Те вот у нас очень хорошие школы. Ну, Армагир уже мы не берём. Но в Российской. Туапсы – шикарнейшая школа дзюдо. Там у нас очень много талантов. В Сочи, Лазерская, Адлер, Анапа, Лобинск, Курганск. Эти центры, они уже сборников России дают. То есть нам сейчас, это моё мнение, нам сохранить вот это надо, в первую очередь, чтобы эти школы не страдали от финансирования. Кроме того, по предложению краевого министра спорта, третий урок физкультуры в кубанских школах может стать занятием борьбой. Вести их могут чемпионы и профессиональные тренеры.